А ваш ребенок дома? Когда падают звезды, загадай желание. Есть дети, которые уже давно не верят в чудеса. Они твердо знают, даже письмо Деду Морозу не поможет им обрести семью. Но у них еще есть шанс. Растопить детское сердце помогут лишь теплые мамины руки. Если в ваших глазах достаточно доброты, если в вашем сердце еще горит огонек любви, помогите детям поверить в мечту. Знай свои деньги. Банк России вводит в обращение банкноту номиналом 5000 рублей образца 1997 года новой модификации. Основной дизайн остался прежним. Комплекс защитных признаков усилен. Герб Хабаровска. При наклоне банкноты блестящая полоса перекатывается по гербу вверх или вниз. На защитной нити видны повторяющиеся числа 5000, отдельные цифры которых при наклоне банкноты перемещаются относительно друг друга. На однотонном поле появляются цветные полосы. Они переходят в полосы, которые видны постоянно на темном элементе в нижней части поля. Новые защитные признаки помогут каждому определить подлинность банкноты. Подробная информация на сайте Банка России 3wcbr.ru Личным подсобным хозяйством мы начали заниматься в 2000 году. Начали мы заниматься разведением свиней. Сначала мы выращивали 30 галопов, потом 50 стали. Когда началась у нас в Краснодарском крае африканская чума, я сказала своему мужу, так, сворачиваем это производство. Поэтому мы это все прекратили и стали переходить на выращивание бычков. Мясное скотоводство в нашей стране, оно только начинает развиваться, Это достаточно перспективное направление. Альтернатива свинободству есть. Евробренд. Новый магазин одежды для модников и модниц. 9000 наименований турецкого, итальянского производства и многих других европейских стран. Стильная одежда придется по вкусу каждому от 0 до 40 лет. Полный размерный ряд и цветовая гамма. Для постоянных клиентов работает бонусная система. Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных. Станица выселки, переулка Кименко, 19. Иди в ногу со временем с магазином Евробренд. КАЗАЦ-ФМ КАЗАЦ-ФМ Открылся новый магазин одежды Евробренд. Более 9000 наименований турецкого, итальянского производства и многих других европейских стран для людей от 0 до 40 лет. Работает бонусная система для клиентов. Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных. Станица выселки, переулка Кименко, 19. Район Центрального рынка. Двенажерный зал Спарта. Приглашает всех желающих. Бодибилдинг, фитнес, пауэрлифтинг. Ежедневно с 18 до 22 часов. Мы ждем вас. Кружева. Модно, изящно, искусно. Наряды для девушек от советских производителей на все случаи жизни. Стильные юбки и блузы для офиса и деловых встреч. Вечерние платья сделают вас романтичной и нежной. Здесь же мы поможем вам создать индивидуальный гардероб для девочек и мальчиков от года. Модели одежды для маленьких модников и модниц удовлетворят запросы любого малыша. Для юных красавиц платья разных фасонов и расцветок, украшенные вышивкой и качественной фурнитурой. Для активных малышей удобные спортивные штаны, костюмы и джемперы, а также верхняя одежда на холодное время года. Родители по достоинству оценят оригинальный крой, качественные материалы и доступные цены. Внимание! С 1 ноября по 1 декабря включительно. В магазине «Кружева» действуют скидки до 20%. Для постоянных клиентов дискомптные карты 5 и 10%. А каждую субботу при покупке любого товара – подарок. Мы ждем вас ежедневно с 8 до 15. Создайте свой образ с магазином «Кружева». Свиноводством у меня 2 года занимаюсь. 25 голов было. Для меня хватало и для моей семьи. Вы знаете, человеческий фактор новый. 8 пронесет. Не пронесло. Что можно людям поставить? Заниматься другим делом. Подали возможность, но быстренько реализовывать поголовье. Если не хочешь, а так же попасть, как я. Знай свои деньги. Банк России вводит в обращение банкноту номиналом 500 рублей образца 1997 года новой модификации. Основной дизайн остался прежним. Комплекс защитных признаков усилен. Защитная нить видна на лицевой стороне. И при наклоне банкноты в фигурном окне появляется радужное поле или число 500. На однотонном поле при наклоне появляется число 500 с разноцветными цифрами, которые при повороте меняют цвет. Водяной знак с Петром I дополнен светлым водяным знаком в виде числа 500. С оборотной стороны защитная нить – это светло-серая полоса с темными числами 500, разделенными ромбами, которые на просвет выглядят светлыми на темной полосе. Новые защитные признаки помогут каждому определить подлинность банкноты. Подробная информация на сайте Банка России www.3wcbr.ru Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости Выселковского района, телестудии «Мегаполис Выселки». В студии Евгения Рящина. Итоги деятельности за прошедший 2012 год подвели сотрудники отдела Министерства внутренних дел РФ по Выселковскому району. На отчетное собрание были соприглашены прокурор Выселковского района, главный судья, заместитель главы района Николай Коробут и куратор Выселковского отдела подполковник полиции Сергей Копцов. Оценивая итоги 2012 года, совместные усилия служб и подразделения отдела позволили добиться определенных положительных результатов. Формирование и обеспечение защиты жизни, здоровья и прав граждан нашего района. Правопорядках на улицах и безопасности в общественных местах. За 12 месяцев на территории района было зарегистрировано 843 преступления, что на 70 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрыто и расследовано 448 преступлений, что на 24 больше, чем в 2011 году. Проведенный анализ по раскрытию преступлений указывает на сохранение тенденций по данному направлению деятельности за счет преступлений прошлых лет, находящихся в производстве. Хочу отметить, что по основным направлениям деятельности удалось обеспечить нам стабильную работу и об этом нам говорит статистика. Несмотря на то, что практически на промежутке всего года 2012 деятельность подразделения отдела по Василковскому району МВД оценивалась отрицательно, что мы будем здесь разбирать ряд моментов, которые послужили основанием каким отрицательным. Небольшими усилиями и перераспределением небольших наших активов нам удалось закончить год положительно. Я хочу в лице представителей главка это отметить, что понятно, что тут заслуга, наверное, все-таки коллектива в первую очередь. Ну и работу планирую строить именно в таком формате. Настроена на положительную оценку, на положительную динамику, на результативность и на общий вклад в копилку всех участников нашей правоохранительной деятельности. Кроме этого, начальник отдела еще раз напомнил личному составу о первоочередных критериях, по которым оценивается деятельность всего отдела. Это качественное реагирование на заявления и сообщения граждан, повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, профилактическая работа с несовершеннолетними, а также качественная работа с лицами, состоящими на профилактических учетах. По результатам оценочной таблицы, утвержденной Министерством, работа отдела по Высоковскому району за 2012 год оценена положительной. В Новый год и Рождество особенно ждут волшебства и исполнения желаний дети. На днях у 30 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнится самое заветное желание. У каждого из них появится собственное жилье. 30-ти квартирный дом в станице Высоковского района – подарок, несравнимый ни с каким другим подарком для тех, кто долгие годы мечтал о своем жилье. В строительстве трехэтажного дома были задействованы вся инженерная инфраструктура Высоковского района, субподрядные организации района и подрядчики Гулькиевческие. Специалисты Высоковского района завершают последние работы по газификации здания. Канун Нового года в новостройке прошел грандиозный субботник. Его инициатором стал глава Высоковского района Сергей Ферсков. Идею поддержали работники районной администрации, отдела культуры, образования, Центр детского творчества, спортивных школ района и Центральной районной больницы. Как говорится, общими усилиями удалось обвязать подарок бантикам, чтобы вручить его детям. В 30-ти квартирах общими усилиями был наведен порядок. Чистота теперь и на прилегающей новостройке территории. Такой действительно новогодний подарок готовится 30 детям-сиротам, жителям Высоковского района. Это государственная обязанность предоставить им жилье. И вот сегодня еще мы готовим один дом 30-ти квартирный для того, чтобы здесь жили дети-сироты наши. Дети уже подписали договоры социального найма, сейчас занимаются подключением газа, света и так далее. Ну, практически можно заходить и жить. Святки или святые дни? Это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господни. Эти два праздника соединены чередой праздничных дней. Церковь по любви к людям дает праздник, развернутый во времени. В эти дни можно причащаться, не соблюдая пост со всей строгостью. Все дни наполнены удивительной радостью праздника Рождества Христова. Рождество – это детский праздник, и радость этих дней обязательно нужно передать детям. По традиции, уже шестой год подряд с великим праздником учащиеся в воскресной школу Свято-Троицкого храма в Станисново-Донецкой поздравляют сверстников со всех школ района. В этом году они представили театральное выступление по старой доброй сказке «Морозко». Юные артисты передали зрителям самые светлые и волшебные впечатления, несущие духовную нагрузку. Нет ничего выше, сильнее и полезнее для жизни, как хорошее воспоминание, особенно вынесенное из детства. Еще Достоевский сказал, если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. Моя небезорька ясно засияла, и людям светом сияет, время спасения нам указала. Бога Мария рождает, что в землю с небом в одно случитель Христос рождается в славе Тебя. Продолжился праздник для школьников с святочными гуляниями во дворе Свято-Троицкого храма. Настоятели устроили для них настоящее путешествие по станциям, каждый из которых имеет свое название и смысл. Первая станция елочная. Дети играют и пляшут вокруг елки. И затем переходят на другую станцию, сказочную, где их угощает Зинаида Ивановна чаем и рассказывает им православные сказки и легенды. Потом можно перейти на станцию ездовая, где дети катаются на санях вокруг храма. И на станции Христославной дети поют калятки, разучивают христианские песнопения. Со всех сторон раздавался счастливый смех детворы и рождественское песнопение. Веселые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание на санях пришлись по душе каждому, и детям, и взрослым. Это наш семейный праздник, мы так как бы вместе его отмечаем, всей семьей весь год ждем. На Рождество мы все время с семьей садимся, все время разбираем что-нибудь, начинаем вместе беседовать. Это Рождество, ну не знаю, мне кажется, это самый лучший, наверное, праздник. Такую программу для детей здесь провели впервые. И, судя по всему, это станет доброй традицией на долгие годы. Все православные христиане знают, что радость Рождества Христова действительно это праздник для всех. Рождается наш Спаситель Иисус Христос в Вифлееме, бедная Бога о пещере, никому неизвестен, почти в нечеловеческих условиях для того, чтобы спасти человека. И, конечно же, мы всегда вспоминаем в Церкви это событие, переживаем его время службы, время литургии. И затем, после самого праздника, в Церкви принято устраивать праздник, который называется Святки. Он идет почти до самого Крещения. И вот сегодня у нас первый раз в храме такое торжество в Вилее, что мы устроили елку и гуляние. Деток очень много пригласили. На коняшках катаемся, радуемся о том, что наш Спаситель пришел на землю и нас спасает. У нас есть добрые люди, как всегда, которые жертвуют подарки. И вот, слава Богу, что в лице фирмы «Агрокомплекс» хочу поблагодарить регионального директора, который выделил нам подарки для деток, и наши прихожане тоже собрали. И у нас сегодня еще один очень интересный подарок, который нам передал губернатор наш Александр Николаевич Ткачев. Галина Митрина Золина передала нам шоколадную елку, большую в 30 килограмм, которую мы будем торжественно разделять деткам, вручать после всех гуляний. Учащиеся в воскресной школе храма Рождества Пресвятой Богородицы Станицы в выстилке поздравляли детей, которые, к сожалению, рождественские праздники проводят не в стенах дома. Все исполнители, ребята нашей воскресной школы, мы им подготовили сказку «Морозка», сказку о добре и зле, о том, что добро всегда побеждает зло. Это такой рождественский подарок, традиционный рождественский подарок нашему малышу. Новогодние подарки накануне праздника получили и члены мобильных групп, которые ежедневно патрулируют улицы Станиц и хуторов Василковского района. Районы штаба реализации детского закона 1539 подвели итоги работы за 2012 год. Памятными подарками и благодарственным письмом за подписью главы района Сергея Перского наградили 52 человека. Это лучшие участники мобильных групп, в числе которых и сотрудники полиции, отделы по делам несовершеннолетних, казачества, депутаты, представители общественности. Много было сделано. Почти 2600 выходов мобильной группой совместно с районной мобильной группой сделали. Мы доставили детей, которые находились на улице, так сказать, без сопровождения законных представителей, в семьи, сдали их, так сказать, под расписки родителям. И считаю, что вот этими поступками мы не допустили роста правонарушений, которые могли бы быть на территории муниципального образования, в частности в каждом населенном пункте. Число награжденных было представлено еще 10 человек, которые входят в состав «Молодежный патруль». Они также со своими старшими наставниками на страже безопасности детей и подростков. Предостерегают несовершеннолетних от правонарушений, привлекая их к спорту, творчеству и другим интересным полезным занятиям. Последние дни ушедшего года старшеклассники районных школ провели в клубе веселых и находчивых. Итоговая игра собрала в зале Дома культуры имени Стрижака многочисленных болельщиков, педагогов-наставников школьных команд КВН и любителей этого клуба. Новогодние шутки, заготовленные школьниками, пришлись по душе каждому зрителю. Они от души посмеялись, получили массу положительных эмоций и просто отдохнули в завершении трудовых будней. Фестиваль среди школьных команд КВН, посвященный новому 2013 году. Я надеюсь, что сегодня те друзья, которые прибыли к нам сюда, получат массу удовольствия. Ну и мы завершим год, уходящий на веселой ноте. В целом игра удалась на славу. По оценке зрителей, каждая команда заслужила бурных аплодисментов. Жюри, в свою очередь, все же выделили ребят, которые новогоднюю тему раскрыли, наиболее лучшей и интересной. Оценивали хороший юмор, артистичность и музыкальное сопровождение. Не знаем, где еще на белом свете есть такие голоса. Мы привет передадим от Деда Мороза и поздравим вас, друзья! Первое место заняла команда «Шок» – школа номер один. Второе место у команды «Мальчики и девочки» – вторая школа. И третье место у ребят 18-й школы – команда «БЭМС». Начальник отдела по делам молодежи районной администрации Алексей Житко вручил победителям кубки и грамоты. Лучшие игроки были отмечены председателем молодых депутатов района Светланы Писаренко. Десять подарков получили самые креативные, артистичные, а главное – веселые участники команды. В преддверии Нового года в каждом учреждении культуры проходило много новогодних праздников и интересных утренников. Шумно и весело было и в Доме культуры хутора и Нагородней Малеваны. Долгожданные новогодние гости праздника очень обрадовали присутствующих детей своим приходом. Особенно им понравились дружные хороводы и новогодние песни. Конечно же, самые яркие впечатления от большого мешка с подарками. Их привезли глава Высоковска-Васильского поселения Михаил Хлыстун и председатель Совета молодых депутатов Светлана Писаренко. Пожелать вам, наверное, таким самым маленьким – это быть здоровыми, быть счастливыми, счастливого вам детства. Радуйтесь, веселитесь. Дорогие дети, дорогие родители, мы с Михаловичем поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы желаем вам радости, чтобы ваши детки вас радовали успехами, чтобы на ваших лицах сияли улыбки, потому что от улыбки хмурый день светлее. Отпраздновав Новый год, многие спортсмены с первых дней января поспешили на спортивные площадки и комплексы нашего района. Так, например, с 3 по 5 января в спортивном зале детской и юношеской спортивной школы «Виктория» проходили соревнования по волейболу среди девочек 2000-2001 годов рождения. В этот день единомышленников посоревноваться на спортивной площадке собралось немало. В турнире участвовали команды из Свердловска, Ростовска областей, городов Донецка, Курганинска, поселков Ильский, Заречный и наша высоковская команда «Кубаночка». Три дня мы здесь проводим вот в таком режиме соревнования по круговой системе, каждый с каждым. Ну а сейчас вот игра за первое-второе место, играют команды. То есть те, кто до последней игры пришел без поражений. Это Донецк, Ростовская область и наша команда. Мы его и проводим для того, чтобы закалялись, чтобы набирались опыта. Это очень полезное мероприятие. Тренировки тренировками, а турнир, соревнования они дают очень много. Три года девочки из команды «Кубаночка» занимаются волейболом. Их тренер Евгения Мали не только учит их играть, противостоять сопернику. Настраивает их только на победу, тем самым воспитывая силу духа, настойчивость и уверенность в себе. У нас очень хорошие игроки, тренеры на нас наблюдаются. Они хорошие. Шаг за шагом, тренировка за тренировкой, девочки вместе со своим тренером добились высоких результатов. По итогам прошлого года они стали двукратными чемпионами Краснодарского края. И это не предел. Наша команда в этом году, в ноябре, стала победителем финальных краевых соревнований. Среди девочек 2001 года рождения. Но здесь же представители не только Краснодарского края, поэтому здесь немножко посложнее. Судя по игре, которая проходила в этот день, девчонки настроены достигать более высоких результатов. В целом, все команды играли с такой самоотдачей, что интрига сохранялась до конца турнира. Но места все же распределились следующим образом. Третье место завоевала команда из города Курганинска. Второе – Высоковская «Кубаночка». И первое место увезли волейболистки из города Донецка. Кроме того, лучшие волейболистки турнира получили подарки от Совета молодых депутатов. Спонсор турнира выступила российская промышленная группа «Тегаз». Дружба между выселковскими спортсменами и промышленной группой завязалась совсем недавно, но крепко и надолго. Считаем своим долгом развивать такие важные направления, как спорт в Краснодарском крае. Поэтому ничего здесь удивительного. Мы в Денском районе, в Василковском. На сегодня промышленная группа «Тегаз» не только имеет собственную волейбольную команду, мы также являемся спонсорами турниров по самбо, легкой атлетике. А также видим приоритетную задачу не только развития спорта в крае, но и развития спорта внутри своего предприятия. Мы на сегодня важным считаем уделение детскому спорту, потому что на самом деле основные результаты будут чуть-чуть позже. Игра очень впечатляющая, очень порадовала не только игроков, участников, но и всех присутствующих на данном турнире. И огромный позитив от игры. И была и состязательность, и лидерство, и командный дух. И, естественно, выделились победители турнира, что заставило проигравших стремиться к новым результатам. И я думаю, успехи будут налицо в ближайшее время. На сегодня это все. Дали вашему вниманию прогноз погоды и рекламный блог. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем выпуске новостей. Свиноводством я два года занимаюсь. 25 голов было. Для меня хватало и для моей семьи. Вы знаете, человеческий фактор новый. В оси пронесет. Не пронесло. Что можно людям посоветовать? Заниматься другим делом. Дали возможность, но быстренько реализовывать поголовье. Если не хочешь, а так же попасть, как я. Казахстан. Когда душа поет. Казахстан. Знай свои деньги. Банк России вводит в обращение банкноту номиналом 1000 рублей образца 1997 года новой модификации с усиленными признаками защиты. Основной дизайн остался прежним. Герб Ярославля. При наклоне банкноты блестящая полоса перекатывается по гербу вверх или вниз. Защитная нить видна на лицевой стороне в окне фигурной формы. При наклоне банкноты в окне появляется радужное поле или число 1000. С оборотной стороны защитная нить это светло-серая полоса с темными числами 1000, которые на просвет становятся светлыми на темной полосе. На однотонном поле при наклоне банкноты появляются цветные полосы. Они переходят в полосы, которые видны постоянно на темном элементе в нижней части поля. Такой же эффект есть и в ультрафиолетовом свете. Водяной знак с Ярославом Мудрым дополнен более светлым числом 1000. Новые защитные признаки помогут каждому определить подлинность банкноты. Подробную информацию вы можете найти на сайте Банка России. У нас основное направление было животноводство. В основном свиньи были. Было время до 50 голов доходило стадо. Невыгодно стало. И вот с этой АЧС невозможно маленькому хозяйству просто столько вложений сделать, чтобы обеспечить полностью безопасность этого поголовья. И вот просто изучив все эти моменты, решили все-таки огурцы. Они скороспелые, ну то есть рентабельные, я считаю. Совет – не бояться. Искать новые способы. Или работать, или сидеть и говорить, ой, как все плохо. Ну вот выбирайте. Думаю, работать лучше. Открылся новый магазин одежды «Евробренд». Более 9 тысяч наименований турецкого, итальянского производства и многих других европейских стран для людей от 0 до 40 лет. Работает бонусная система для клиентов. Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных. Станица-выселки, перелог Якименко, 19, район Центрального рынка. Двенажерный зал «Спарта» приглашает всех желающих. Бодибилдинг, фитнес, пауэрлифтинг. Ежедневно с 18 до 22 часов. Мы ждем вас. Жизнь – это счастье. Это любовь. Это радость. Жизнь дается один раз. Наркотики – это смерть. Выбери жизнь. «Евробренд» – новый магазин одежды для модников и модниц. 9 тысяч наименований турецкого, итальянского производства и многих других европейских стран. Стильная одежда придется по вкусу каждому от 0 до 40 лет. Полный размерный ряд и цветовая гамма. Для постоянных клиентов работает бонусная система. Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных. Станица-выселки, перелог Якименко, 19. Иди в ногу со временем с магазином «Евробренд». Кружева. Модно, изящно, искусно. Наряды для девушек от советских производителей на все случаи жизни. Стильные юбки и блузы для офиса и деловых встреч. Вечерние платья сделают вас романтичной и нежной. Здесь же мы поможем вам создать индивидуальный гардероб для девочек и мальчиков от года. Модели одежды для маленьких модников и модниц удовлетворит запросы любого малыша. Для юных красавиц – платья разных фасонов и расцветок. Украшенные вышивкой и качественной фурнитурой. Для активных малышей – удобные спортивные штаны, костюмы и джемперы. А также верхняя одежда на холодное время года. Родители по достоинству оценят оригинальный крой, качественные материалы и доступные цены. Внимание! С 1 ноября по 1 декабря включительно. В магазине «Кружева» действуют скидки до 20%. Для постоянных клиентов – дискомптные карты 5 и 10%. А каждую субботу при покупке любого товара – подарок. Мы ждем вас ежедневно с 8 до 15. Создайте свой образ с магазином «Кружева». В торговых залах ваших любимых магазинов находятся боксы для сбора средств. Также вы можете перечислить деньги на расчетный счет акции. Благотворительная акция «Вместе поможем детям». Мы хотим, чтобы все дети были здоровы. Более подробная информация по телефону в Краснодаре – 262-66-66. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА